Предплечье в обхвате почти 50 сантиметров, запястье 30 с половиной сантиметров в обхвате, палец в обхвате около 12 сантиметров. Наверняка вы знаете Джеффа Дейба из США с его огромными руками. Его называли Папаем, он стал известен в том числе за счет поединков в армрестлинге. Но что стало с ним теперь? Как он живет? Планирует ли он вернуться в спорт? Правда ли, что с его-то руками он мог принять участие в турнире по пощечинам? И насколько большим преимуществом могут стать такие руки в армрестлинге? Спасибо, что смотрите. Досмотрите этот выпуск до конца. И после просмотра дайте обратную связь в комментариях насчет внешнего вида и особенностей жизни и тренировок Джеффа Дейба. Отдельная история, как в руках Джеффа выглядит привычная нам еда. Бургер кажется игрушечным, пальцы еле достают чипсы из пачки. Ну а банка пива просто теряется в ладони. Но, судя по холодильнику, вы сами видите, Дейб – атлет подготовленный. Джефф живет в штате Миннесота. Несмотря на, казалось бы, очевидный потенциал в армрестлинге, сейчас Дейб не выступает. В прошлом у него была серьезная травма. Сейчас тоже беспокоит плечо, но уже летом этого года Дейб планирует вернуться к активным тренировкам и, возможно, выступит на соревнованиях в Мичигане, чтобы проверить себя в открытой категории против действительно мощных соперников. В этом году в июне ему исполнится 60 лет. Не знаю, как вы, я бы со стороны дал меньше. Джефф неплохо выглядит для своего возраста, и он весьма популярен в соцсетях. Тысячам его подписчиков в Инстаграм и ТикТок интересно, как Джефф управляется с такими руками в обычной жизни. К примеру, шуруповерт в его руках смотрится игрушечным, но работе по дому или на участке это не мешает. А вот поиграть в боулинг – это проблема. Стандартные отверстия в шаре, конечно, несоразмерно малы для огромных пальцев Джеффа. Подписчики иногда кидают Дейбу челлендж – как в его руках выглядят знакомые всем предметы. Или же предлагают выполнить какое-то действие, например, вставить нитку в иголку. Причем последнее, на удивление, для Джеффа не проблема. Что уж говорить о том, чтобы удержать 11-12 яиц одновременно в одной ладони. Соцсети – это, безусловно, актуально, здорово и перспективно. Но Джефф мог, как говорят, хайпануть по-серьезному, прославиться на совершенно другом уровне, благодаря участию в турнирах по пощечинам, которые уже несколько лет выстреливают в разных уголках планеты. Сейчас это направление в том числе развивает президент UFC Дана Уайт на одном из проектов, которыми он и его менеджеры занимаются. Но определенно по миру есть турниры и меньшего масштаба. И организатор одного из таких турниров предлагал Джеффу принять участие в турнире по пощечинам в Вегасе, конечно же, за хороший гонорар. Но Джефф отказался. Говорит, лет 20 назад он бы, может, и попробовал бы себя в подобном шоу, но сейчас в свои 60 он и так, случается, забывает что-то и не хочет, чтобы ему на подобном турнире отбили мозги вместе с памятью. Аргумент о том, что, возможно, благодаря жребию он будет бить первым и на том все и закончится, и урон получать не придется, на этот аргумент Дейп не рассматривает. Пощечины от обладателя таких рук, конечно, смотрелись бы эффектно, интерес организаторов можно понять, но Джефф этим заниматься не хочет. Здоровяк по-прежнему работает по хозяйству. Он вспоминает, что вырос на ферме. И еще в детстве было понятно, что он вырастет действительно крепким. Уже в 5-6 лет он перебрасывал тюки с соломой наравне с подростками. Поначалу Джефф занимался борьбой, но после, по стечению обстоятельств, попробовал себя в армрестинге. И сходу за счет одной силы одолел всех крупных парней в округе. Таких же новичков, как и он, но все же. Дейв начал активно тренироваться. В 80-х он успешно выступал, но в 86-м серьезно травмировал правую руку и на 20 с лишним лет отошел от соревнований. Но после вернулся и занимал призовые места на крупных американских турнирах. Джефф говорит, что за время своей спортивной карьеры и, в принципе, за жизнь не встречал людей с такими же огромными руками. Но ему было бы интересно сравнить размер ладони, особенно толщину пальцев, с Денисом Цыпленковым. Понятно, что у того ладонь несколько меньше, но толщина пальцев и ладони впечатляют также всех, кто в свое время стоял с Денисом за столом или просто жал ему руку. По такому случаю я уточнил у Дениса, когда он был в Штатах, не встречал ли он случайно Дейба, не знаком ли он с ним лично и считает ли Денис такие огромные руки преимуществом в Армесовне. Нет, я его никогда не видел, не пересекались. В принципе, когда руки большие, конечно, неудобно, когда у кого-то они мелкие. Когда большая с большой рукой, то, конечно, ему неудобно в том числе. Какие бы у него руки ни были, мы его в топах и не видим. Он там где-то так по любителям выступает. Ни с кем серьезным никогда и не зарыбался. Ну, по крайней мере, я не видел. Чтобы развить тему аномально больших рук в Армесовне, я обратился за мнением к заслуженному мастеру спорта и пятикратному чемпиону мира Ивану Матюшенко. Он с Джеффом тоже не знаком лично, но за долгую карьеру пересекался с обладателями больших ладоней. Джон, когда вот в 95 боролись, просто у него она такая широкая ладонь, пальцы не слишком длинные, но ладонь широкая, прям берешь, неудобно. Ну, естественно, Денис Цыпленков, наверное, ну, конечно, Лолитин Виталий. Виталий огромная рука. Наверное, это самые большие руки, с кем он боролся. Толстая кость, толстая ладонь, она связана просто с таким генетическим потенциалом, наверное, силовым. Ну, как вот говорят, что вот толстокостные такие, эндоморфы, да, они часто хорошие силовые показатели имеют. Ну, если бы я мог его замерить, я мог бы сказать, какие у него силовые показатели. Но я не удивлюсь, если они у него посредственные. И то, что он выигрывает кого-то, он как раз выигрывает за счет того, что у него огромная рука, и просто соперникам очень тяжело его обхватить. А в то же время силовые у него относительно слабые, потому что он проигрывает периодически, скажем, среднего уровня соперника. А с такой лапой, которую прямо невозможно обхватить, это же сложно, это же огромное преимущество, на самом деле. Мы посмотрели несколько поединков Дейба, чтобы со стороны, насколько это возможно, оценить выступление Джеффа. Причем Дейб не раз говорил, что он небольшой мастер в технике борьбы и полагается только на свою силу. Значение техники, на мой взгляд, немножко преувеличено в армрессинге. Ну, Джон, конечно, выделяется здесь, потому что он очень разносторонний. И он прикладывает эту силу, да, там, в разных направлениях, вот как раз самых неудобных для соперника часто. В отличие от большинства других спортсменов, которые борются однобоко, как я, например. Техника, опыт, я думаю, не столь прям важны, как силовые показатели, там, скоростные показатели, там, или выносливости, там, в армфайтах. Ну, в первую очередь силовые, конечно. Ну, да, конечно, рука огромнейшая, углы гуляют, вот он, сопернику неудобно, но в то же время у него вот сгибатели предплечья очень слабые. Ну, рука, конечно, гигантская. Ну, вот я не вижу, чтобы он сгибал кисть. Действительно, она, может быть, у него и негибкая совершенно, то есть она вот гигантская, да, ну, такая вот, как бывают эти игрушечные такие руки, да. Он мне напоминает из Германии, по-моему, боюсь ошибиться, Матиас какой-то похожий на него. Какой-то секрет есть у американцев, у американских рукоборцев. Помню, там вот Крейзи Джордж был, сейчас уже давно его не видно, как он там 2011 год, как он действующий чемпионом мира Артема Тайнова, который сейчас отлично поборолся на АМС, передержал в долгом поединке. Я ему тогда уже был, наверное, за 60 далеко. Седой такой товарищ. Молодцы американцы. У нас, конечно, по большей части спортсмены в этом возрасте уже особо не борются. Потому что материальная заинтересованность хорошая была как раз вот этих ребят, наверное, 80-90-е годы. В 80-е годы там как раз, по-моему, в Америке было много турниров с призовыми. И сейчас, кстати, мало молодежи у американцев, потому что сейчас очень мало у них коммерческих турниров. И, наверное, этим объясняется то, что в то время как раз много таких сильных спортсменов появилось. Ну, как Рон Батт, Джон Барзенг, Ричард Лубкис. Аккуратнее тренируются тоже. У нас, да, так, наверное, многие чемпионы настроены на подготовиться, все выиграть и уйти. Другой подход. Они, наверное, настроены на продолжительную такую работу и действительно до глубокой старости соревноваться. Другой подход. Джефф Дейб продолжает тренировки дома и наверняка мы еще увидим его за столом на соревнованиях. Но в свои без малого 60 лет он не сосредотачивается только на спорте. Как я уже говорил, Дейб активен в соцсетях и за счет большой аудитории порой он сотрудничает с крупными брендами. За долгие годы Дейб привык с легкостью управляться с огромными руками. Но вот найти на них варежки в магазине так и не смог. А зимы в Миннесоте довольно морозные. Благо, нашлась дама, которая связала ему персональный комплект, шапку и варежки. Возможно, самые большие варежки в мире. Поделитесь в комментариях, что вы думаете о Джеффе Дейбе и его огромных руках. Но и дайте знать, есть ли в вашем окружении необычные люди. Может, это так, а мы до сих пор о них не знаем. Признателен за вашу поддержку и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о силовых видах спорта и не только. Спасибо, что смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok